Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 25 июля 2023 года, и я приветствую вас из жаркой Алании. У нас действительно сейчас стоит экстремальная жара. Я, в общем-то, постоянно почти нахожусь дома, только выхожу вечером на пляж где-то после 7 часов, когда солнышко уже идет на закат. Конечно, на море хорошо, но вода настолько нагрелась, что она как бы не дает никакой такой свежести. Я такую теплую воду не очень люблю. Не люблю холодную, но и горячую такую воду тоже не люблю. Но другой нет, радуемся морю и так далее. В общем, приходим на пляж где-то в районе 7 часов, уходим где-то в 10. В 10 это уже темно, бархатное небо, вы знаете, остатки какого-то такого алого заката. Смотрены на звезды, и вы знаете, мы тут с девочками увидели очень интересное явление в небе. Увидела я его не одна, так сказать, у нас там сидело четверо. И это была такая огромная, знаете, полоса огней, прям очень большая. Такая как цепочка, довольно плотно вот эти огни как бы на ней располагались. И она шла по небу, а потом раз и так странно растворилась. То есть она не ушла куда-то за горизонт или что-то такое, она просто растворилась в небе. Я потом увидела пост в Фейсбуке, который тоже показывал эту вереницу огней. Подождите, в Фейсбуке или ТикТоке, но это неважно. И я спросила там у автора этого поста, где он снимал вот эти огни. Оказалось, что где-то это происходило в Колорадо, я так понимаю, где-то там в американских берегах. А мы видели то же самое в Турции. Вот интересно, что это такое. И самое главное, что по этому поводу как-то вот никто ничего не говорит и не объясняет. Сегодня я решила измерить температуру. У меня есть дома градусник. Он, в общем, довольно точный, показывает мне температуру внутри. Я решила померить температуру на балконе. Вынесла я его еще тогда, когда на моем балконе была тень. То есть вот эта температура в тени. Градусник показал 38 градусов. А потом солнышко переместилось, и на моем балконе уже было действительно жарко и было солнце. Так вот, опять же, я положила градусник уже теперь на солнышко. Ну, просто на балконе на стул положила его. И через минут 5-7 я на него посмотрела 48 градусов. Вот такие у нас экстремальные температуры. Вы знаете, в связи с этим, видимо, потому что использование электроэнергии значительно увеличилось, все, так сказать, вынуждены пользоваться кондиционерами, у нас тут началась проблема с электричеством. Хорошо, что наше здание оборудовано генератором. То есть электричество отключалось, через несколько секунд подхватывал генератор, потом электричество возвращалось, генератор выключался, переходили мы уже на общую сеть и так далее. Но в связи с этими отключениями, подключениями, которые просто вот проходили, ну вот, несколько дней регулярно, интернетом было пользоваться невозможно, потому что он, каждое вот это отключение и переключение от генератора к сети, от сети к генератору, интернет отключался, он должен был перезарядиться, чтобы потом мы к нему подключились. В общем, это была такая мука, а я на интернете провожу много времени, и без него как бы мне не очень хорошо. А вот тут сегодня открыла интернет, фейсбук, и читаю тут один пост. Отключили электричество. Канак Гарден Лайф. Ну, это название комплекса. Вчера вечером у всего дома погорели розетки и техника. Все сверкало и моргало минуту, и отключили свет. Прошло 12 часов, мы ужасно провели ночь, холодильник уже нагрелся, начнут портиться продукты, управляющая трубку не берет, что делать? Ну и, в общем, обсуждение по этому поводу. Ну, у нас пока таких трагедий не произошло в нашем комплексе, слава богу, но и сегодня, как ни странно, электричество есть и работает без перебоя, слава богу, все хорошо. По поводу цен. Ну, мы уже как-то, вы знаете, оправились от шока и привыкли, что цены меняются у нас, так сказать, постоянно, и в основном они меняются вверх. Иногда, иногда бывает, что на какие-то отдельные продукты цены падают вниз. Ну, как, например, лосось. То он был по 300 и по 400, потом он упал до 200. Тут мне даже сказали, что где-то в каком-то магазине продавался за 136 лир. В общем, вот так вот. Но топливо растет, топливо растет, и сейчас оно еще подорожало на 2 лиры от прежнего, совсем недавнего подорожания. И теперь стоит 36 лир за литр. Вот такие дела. А с подорожанием топлива, естественно, все остальное тоже будет дорожать. Но, вы знаете, уже как-то вот мы действительно адаптировались и привыкли. Что, конечно, помогает, это рынок. Ну, вот сегодня вторник и рынок. Но идти на рынок, ехать на рынок, я обычно езжу на велосипеде. Вы знаете, при 48 градусах жары я лично не могу. Дома нет никаких фруктов. Ну, овощи вроде как еще пока остались у меня с прошлой недели. Но как-то будем так жить без черешни и без всего остального. Но, вы знаете, вот на рынке цены нормальные. Если помните, был такой Андрей, с которым мы провели парочку, так сказать, программ. Он сейчас уехал в Москву. И вот написал мне оттуда, говорит, с женой они уехали от жары. Он говорит, мы просто здесь обалдеваем от цен. Говорит, здесь все в 2-3 раза дороже, чем в Турции. Так что, ну, пока, в общем, плакаться нам не приходится. Черешня на прошлом рынке начиналась вообще от 10 лир, а за 20, за 25 можно было взять хорошую. Клубника тоже достаточно дешевая, что-то в пределе там 30 лир. 40 лир были абрикосы. Можно было, наверное, найти и подешевле. Яйца у нас по... Есть еще по 3 лиры за штуку, но они уже пытаются как бы 3,50 сделать. Вот, но видела я и по 3,50, и по 4, но по 3 лиры за штуку тоже есть, что, в общем-то, очень даже и неплохо. Зелень, по-моему, сейчас по 10 пучок, но пучки такие, знаете, солидные. В общем, не жалко этих 10 лир, потому что их хватает мне надолго. Ну вот как-то так. Бутылка молока стоит примерно 25 лир. Курица, в зависимости от запчастей, она здесь как-то вот в основном продается. Вы знаете, крылышки, там, ножки и так далее. В общем, начинается она где-то от 60 плюс лир за килограмм и до 100 лир за килограмм. А целая курица, что-то, по-моему, в районе 60 с чем-то лир за килограмм. Ну, в общем, пока еще, пока все, ну, нормально. Жить можно. Вот сейчас посмотрим, какой придет счет за электричество. Вот это будет интересно. Ну, как я уже говорила раньше, в прошлые годы, если человек намеревается жить в таком жарком климате или же в домах, в которых нет центрального отопления, то такие вещи нужно закладывать в бюджет. То есть нужно заранее как бы готовиться к тому, что летом и зимой придется пользоваться кондиционером, и это стоит. Ну, вот, когда придет следующий счет, я вам сообщу, что же происходило. Вернее, сколько это стоит. Сегодня произошло землетрясение в Адане. 5,5 балла. И вот я вам дам несколько кадров интересных, где камера сняла, как это все происходило, как люди на это реагировали. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот попалась мне интересная информация по поводу углекислого газа. Как вы знаете, вся вот эта теория о том, что потепление Земли, глобальное потепление, все из-за того, что очень много углекислого газа мы выделяем, да? Мы коровы и так далее, и так далее. В общем, оказывается, все совершенно не так. А основную массу, во-первых, углекислого газа выделяют океаны, а не люди. И, значит, ученые провели такие эксперименты, которые закончились, в общем-то, очень интересными выводами. Оказывается, углекислый газ – это удобрение для растений. То есть они выращивали в теплицах помидоры и огурцы и так далее. И эти теплицы наполняли углекислым газом. Так вот, урожайность при таком методе удобрения увеличивалась на 30%. То есть углекислый газ, он поглощается, так сказать, всем растительным миром. И еще это вот такой катализатор для получения больших и лучших урожаев. Так что вся эта теория, ну, это естественно, это все была всегда неправда. Цели у них совершенно другие. Чем меньше народа, тем легче нас контролировать. И вот поэтому всегда они используют какое-то вранье для того, чтобы обосновать свои действия. Вот еще одна интересная такая вещь с канала КПО в Телеграм. Правозащитник Иван Иванов и четыре волгоградца подали иск в суд на Минстрав РФ в связи с тем, что чиновники несколько месяцев отказываются предоставить результаты третьей и четвертой стадий испытаний вакцины от короны, нашей спутника прекрасного, который принуждали колоть людей под угрозой потери заработка и права на достойную жизнь. Минстрав РФ эти данные засекретил и отказывается их предоставлять даже по запросу депутата Государственной Думы. Надзорные органы, включая Генпрокуратуру, бездействуют и поощряют беспредел. Вот такая ситуация с результатами третьей и четвертой стадии. Ну, если их скрывают, то, понятное дело, ничего хорошего там нам показать не могут. Но это, опять же, все к тем, которые верили. Генпрокург, так сказать, продолжает производить вакцины, которые основаны вот на этой технологии МРНК. Вот такие дела. Что еще рассказать вам? Тут я решила почистить мебель в моей второй квартире, поскольку там жили арендаторы. И, в общем, сами понимаете, когда арендаторы живут, ничего они не берегут. Поэтому как-то мне хотелось немножечко освежить эту мебель. Я искала достаточно долго кого-то, кто бы мог прийти и почистить мебель. Задавала вопросы на Фейсбуке в группах, и там я еще в Телеграм. А в WhatsApp группы у нас есть такие, знаете, местные группы об услугах и так далее. И что-то вот как-то никто мне не отвечал, и ничего мне не попадалось, никаких объявлений. И тут вдруг вижу объявление. Я обратилась к этой девушке, ее зовут Светлана, и договорилась с ней о чистке мебели. Вы знаете, меня, честно говоря, вот удивило, насколько это оказывается действенно. И как здорово вот эта машина, она как бы моющая такая, чистит это все. Но прямо результат заметен вот невооруженным, что, как говорится, глазом. Мы с ней почистили диван, приставку к дивану, мы с ней почистили кресло и спинку кровати. Вот это изголовье кровати, которое там обито белым таким материалом, и уже оно запачкалось. И результатами, вы знаете, я осталась очень довольна. Сама девушка очень приятная, прям вот красавица-красавица, знаете, вот и на лицо красивая, и фигурка красивая, и такая она даже доброжелательная, и такая позитивная, вся веселая. В общем, мы с ней прекрасно провели пару часов, очищая эту мебель. Так что, если вы живете в Алане, конкретно в Махмудларе, то вы можете воспользоваться услугами Светланы, а телефон я вам оставлю в описании канала. Кстати, цены у нее вполне вменяемые, что меня тоже очень порадовало. Махмудлара Ну, в общем, пока, наверное, это все, что я вам хотела рассказать. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Хочу организовать опять видео с Ланой из Австралии. Если помните, у нас с ней было пару эфиров. Там есть один очень интересный момент, о котором я хочу, чтобы она нам рассказала и объяснила, что происходит. И там в Австралии, потому что там готовится референдум по одной очень интересной проблеме. Вот она как раз расскажет ее и объяснит лучше, чем я, потому что она там внутри варится. И что можно ожидать от этого референдума в случае «да» и в случае «нет». Вот это тоже будет очень интересно. Я надеюсь, что мы это с ней запишем. На этом все, дорогие мои друзья. Я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Хорошей вам погоды, чтобы было тепло, но не жарко. Нам вроде как обещают немножечко попрохладнее погоду, где-то 31-32. Но вот пока не вот сейчас, а может быть через несколько дней ждем. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok